Хей, югейс, с вами Шмяки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Watch Over Christmas, либо Следи за Рождеством. Игра, как вы видите, на русском, у нас есть обычный, но мы в него даже не будем входить. Поэтому новая игра. Где-то в темном и заброшенном месте. Так-так, давно мы не виделись, красный колпак. Это Санта, походу, и... И Гринч, кажется, ты не очень-то рад меня видеть, не то, что я. Не переживай ты так, это год все изменит. И я никому это не помешает. Никто этому не помешает. Так, часик, я думаю, убрать надо. Ха-ха-ха-ха. Он с пистолетом был? Тем временем в маленьком и тихом городке. Жизнь двенадцатилетнего юнца скоро сменится на... Не на шутку. Так, на его есть под... Два четвертого декабря. Сиска, что ты делаешь? Пора спать. Ну что ты, мам? Еще минуточку. Почти одиннадцать? Поздновато, не думаешь? Не-е-е. И спать не хочется. Так, ты не хочешь проснуться рано по утру и получить свой рождественский подарок? Ой, наверное, ты права. Спокойной ночи, мам. Ой. Ой-ой. Лучь овер крестмас. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, это квест. Ух, не могу дождаться утра и получить подарок. Парен, любитель. Ш-сиска. Нам-ш-ш-ш. Что? Кто это сказал? Нужна-ш-твоя... Да кто это? Просим-ш-идин-ш-на-м-ш-ш-ш-дак. Что? Пойти на чердак? Времени нет. Спеш... Спас... А детство? Ш-с-с. Не-не послышалось или правда надо спасти рождество? Глава первая. Странное свечение. Кажется, придется подняться на чердак и выяснить, что происходит. Кто-то... Кто бы то ни был, кажется, ему и правда нужна моя помощь. Толкни, открой, возьми, прими, тяни, закрой, говори, дай. Достижение... Подарки. Я не пойму, где голос. В игре есть голос? В игре он отсутствует. Мне это нравится. Это не работает. Ответа нет. Не падает. Что значит счет 70? Компьютер. Моя домашняя страница, сайт NASA. Люблю я мигающие гирлянды на Рождество. Приемник. Со мной и вправду говорили? Где русский язык? Очень хорошее покрывало. Так, ну и тут, походу, предметы будут. Счет 70. Я не понимаю, что это. Слишком много действий. Так, дверь нашей сестры, как я понимаю. Дверь, дверь. И пойдем наверх. Так, давайте смотреть, есть ли тут какие-то пасхалки. Ну, лично я пока не вижу ничего. Лампа. Не понимаю, как такое может нравиться Зое? Книга Рождественской заклинаний. Гитара Зоя. Хочу заметить, что играла она хорошо. Моя милая сестренка Зоя. Привет, Зоя. Привет, Зоя. Зоя, ты веришь в Санта? Его придумали для детишек. Правда? А кто тогда кладет в арки подъелку? Мама с папой. Кто еще? Ну, я никогда их за этим не заставал. Наверное, потому что ты спал? Нет. Однажды я забрался под стол и ждал их прихода. Мама нашла меня с утра. Я спал на диване. И знаешь что? По идее, должен быть язык. Подъелке лежала куча подарков. Ох, Сиска. Тебе пора повзрослеть. Может, проблема не во мне. Это тебе пора повзрослеть. Санта настоящий. Санта это волшебное Рождество. Санта это рекламный трюк для праздника. Сиска. Так люди будут покупать больше подарков в Рождество. Не про волшебство. О, правда? За одну ночь всего... За одну ночь Санта приходит преодолевать расстояние в 510 миллионов километров. Если взять в расстоянии расчет количество домов и людей в них. Как и в общих габаритах земного шара. Плюс среднюю скорость в 10,7 миллионов километров в час. То он совершает в среднем 822,6 визитов в секунду. Что это, если не настоящее волшебство? Знаешь, у меня от тебя пора мурашки по коже, Сиска. Эй, сестренка, почему у тебя так много плакатов? С кем ты переписываешься? Почему ты так любишь розовый фламинго? Это мое тотемное животное. Кем ты переписываешься? Не твое дело. Потому что я люблю музыку, и они выглядят круто. Какая группа твоя любимая? Поэт Полей. Лучшая группа в мире. Плакаты из последнего альбома висит у меня на двери. Спасибо тебе. Теперь я знаю. Мне нравится гирлянда. Они круче. Как скажешь, Сиска? Ладно, мне пора. Блин, вот что мне... А, я везде ему. Звуки есть, звуки открывания. Мамина полотенце всегда мягкое и чистое. Я уже сегодня купался. Вырежу прекрасно. Включить, выключить. Ладно. Давайте просто идти, куда нам предлагают. Весь это, что я должен нажимать на то, чтобы что-то сделать. Ладно. Плевать. Идемте по сюжету. О, нет. Что-то заблокировало люк. Пока что можно не спускаться. Тут лежат банные принадлежности. В основном лекарства и предметы гигиены. Возьму, может пригодиться. А, типа, для прохождения нужно 70 очков набрать. Пап, что ты делаешь? Каналы гоняю. Зачем не можешь еще что посмотреть? Нет, просто меня это расслабляет. Разве это не действительно нервы? Можно мне тоже попробовать? Нет, Сиска. Несколько мне известно, ты уже давно спать. Разве это не действительно нервы? Наверное, только твоей маме. Как хорошо, что она в свечу у зеркала прихорашивается. Круто. Конечно. Звучит не очень убедительно. Не переживай, сынок. Мне кажется, что сегодня ночью к тебе он придет одним из первых. Правда? Да, но он немного стеснительный. Он не полезет в дымоход, пока вы все не уснете. Ой-ой. Пап, мне нужна твоя помощь. Конечно, мальчик мой. Можешь сказать Зое, что она помогала мне с люком. Уже слишком поздно, Сиска. Но это очень важно. Пап, обещаю, что помогу тебе с утра, как только проснемся. Тогда будет уже поздно. Не переживай, не будет. К тому же, пора бы уже тебе убраться, столь так хлама. Ты уже достаточно взрослый, чтобы договориться с ней сам. Спасибо, пап. Ладно, я передумал. Зачем детское масло стояло на сливном бальчике унитаза? Это секрет. Я унесу его с собой в могилу. Потому что я тебе его пока что не расскажу. Понятно, откуда у меня такая смекалка. Произошло очень странное дело, пап. Какое? Со мной разговаривал приемник. Уверен, мама поможет тебе найти его по утрам. Правда, не ожидал. По этому принципу они работают. Так. Поезд. Иначе где-то еще подарок валяется. Ну ладно, спрятан лежит. Так, двойной клик это чтобы что-то сделать. Подожди, если мне дали второй подарок, где тогда еще один? Зоя, мне нужна твоя помощь. Надеюсь, в этот раз мне что-то... Это что-то важно. Вот что. Я хочу, чтобы ты помогла мне открыть люк чердака. Серьезно? Да, похоже, его заело, и я его не могу открыть. Поможешь? Шутишь, да? Нет, пожалуйста. Ты меня отвлекаешь, сиська. Ну уже, помоги, пожалуйста. Прекрати. Я же сказал, что не могу. Ну пожалуйста. Последний шанс, сиська. Не стоит играть на нервы свои. Она сама не своя, когда слетает с катушек. Ладно, проехали. Так, ну я, в принципе, здесь не вижу подарка, который может быть спрятан. Завтра утром будет много снега. Открыть. Мне не нужно открывать. Применить. Лампа наливборную. Гластью он. Не, если бы он не сказал, то бы даже не заметил его. Если бы честно говорить. А, потому что и шкаф открыть. Не, не хочу знать, что там лежит. Мам, да, сиська? Чё за мяч? Так, мам, ты веришь в Санту? Произошло очень странное дело, мам. Поможешь мне с люком? С каким люком? С тем, что ведёт на чердак. У нас здесь люк на чердак? Всё время был. Ой, извини, сиська, обычно папа ходит на чердак. Я не знаю, где мой космо. Космос? Да, мой плюшевый мишка. Верно, извини. Но я не могу вспомнить, куда. Подумай, возможно, у тебя есть какой-то особенный тайник? Спасибо вам, папа. Какой тайник? О, вот так лацать вы же огоните. Мама говорит, что оно помогает очищать воздух. На этикетке написано «Чистый, дешёвый, полезный». Только он вам и нужен. О, постойте, там ещё и надпись «Помогает открыть упертые ставки». Что может быть у меня такое? Иди ко мне, космо. Да, понять бы, что вообще делать. Давайте. применить взять и мне придется таскать с собой огромную розовый фламинго не тоже спасибо а я тогда не понимаю что делать представьте себе она еще называется зеркало не падает а что должно пасть а включатель но и попробуем ну мы получили принятие я просто не понимаю смысла а дальше так я люблю играть с папой баскетбол а тут есть еще второй про стопа вернись наверно ты вниз приятель тут подарка нету который может где-то тут лежать не хочу запачкаться в саше он ну что варианты есть окно чердака 6 тут папа обычно вешает флаги на национальный день применить ну лезь по веревке мама не убьет если узнает достижение акробат мне его не открыть петли заржавели может поможет да когда нету голоса херова довольно темно и я ничего не вижу ну а я что сделаю толкнуть о все все загорелся свет что-то такого есть так там что-то светится так посмотрим мои старые учебники монтировка папины резиновые сапоги а вот сколько же тут всего ух разобрался оставлю себе монет монтировку у меня чувство что но мне еще сгодится как заедлому авантюристу похожий свет исходит из этой маленькой шкатулки что это было сказал удивленный мальчик и спрыгнулся к нам снова я туда не пойду это нет смысле смысле я почему ты не пойдешь толкнуть открыть люк нашел подарок где-то да и все таки один подарок потерял страна свечей направилась вниз нет куда нападет полетела тут ничего не тут тоже ничего и тут ничего странновато думаю осталось вы узнаете в полном версии watch over кризис спасибо что поиграли в демо версии до встречи а да блин я че не посмотрел то что это демо версии я думал это полноценная игра я думал даже сделаю видео прохождение данной игры чтобы нам было легче сам ну типа на рождество а тут окажутся одна серия ну типа ладно если выйдет полная версия мы не сыграем только я не знаю где еще один подарок у родаков был один на чердаке а еще один фиг его знает ну а давайте тогда когда выйдет уже полностью игра тогда ее пройдем поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайк и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока